итак приветствую вас дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем да да наконец-таки продолжаем прохождение колин макрей ралли с первой playstation знаю что некоторые из вас особенно ждали продолжения ну вот собственно говоря возрадуйтесь были у нас ну скажем так каникулы такие трехмесячные бывает ладно продолжаем прошлой серии мы с вами выиграли ралли австралии ну а сейчас у нас заснеженная ралли швеции впереди так ну и скажу сразу что в принципе я это уже говорил ну так напомню думаю будет не лишним я играю теперь на джойстике от playstation dualshock 3 3 playstation то есть я поставил программку в общем через нее драйвера установил и сейчас у меня джой от playstation 3 благополучно работает так что надеюсь будет удобней и приятней играть на нем так ну а впереди у нас первый этап ралли швеции тут получается это по какой-то прямо глади такой едем и видимо или река или озеро очень кстати красиво места красивые ну и перед записью этого прохождения я немножко поездил опять же чуть-чуть вспомнить так скажем тесты у меня были после такого долгого перерыва вот так что ну в общем поездил и вот это вот теперь записываю вот так начали в принципе неплохо кстати чувствительность конечно гораздо лучше у джоу шока 3 даже на эмуляторе вот от первой сонки чем от того джойстика на котором я ездил до этого на дефендере который у меня практически уже ну развалился что ли блин очень аккуратно тут надо ехать потому что я поставил максимальную чувствительность управления но тут такие повороты гадские нету скоростных только вот такие вот эски эски буквально просто засыпали эсками этими поэтому очень надо аккуратно ехать о ну благо пока ай-яй-яй вот только сказал благо пока все сектора зелененькие это хорошо я кстати не знаю кто в реальности выиграл этот эту гонку ну собственно говоря и не так уж это и важно в общем то главное нам ее выиграть потому что там ситуация по очкам очень плотная на самом деле е-мое надо надо отрываться надо прямо сейчас браться за дело потому что это уже вторая половина чемпионата у нас пошла это пятая гонка всего 8 поэтому надо делать отрыв по очкам там в принципе только два у меня преследователя это макрей или атти так есть финиш ну неплохо неплохо на первом допе а отрыв четыре с половиной секунды я помню что здесь будет тоже ночной этап и вот в общем надо до ночного этапа отрыв создать постараться ну не знаю посмотрим как получится так ну пока тут секунды одинаковые что в общем зачете что на этом допе продолжаем второй участок он не столь будет извилист вот но надеюсь что настройки подойдут в принципе когда обкатывал просто вот на этом спец участке я 16 пришел да это конечно предельно аккуратно но я старался как можно быстрее проехать как-то что-то прям агрессивно слишком ехал и в итоге везде перестарался сейчас я так понимаю что не так тут надо ехать надо наоборот лучше перестраховаться что-то 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 было глубоко не вылетел вот это нехорошо смотрите снежок пошел ну просто идиллия чтобы не в гонках участвовать а на пикничок бы сюда приехать хе-хе-хе но нам не до пикников мы настоящие рыцари скорости так что бьемся бьемся до конца да да этот спец участок конечно скоростнее а у меня все на максималку точнее на максимальный разбон выкручено ничего надеюсь сдюжу так в принципе отрыв не шибко большой пока все ее замотало там у нас четыре с половиной секунды было так чуть-чуть отыгрался тут хоть хорошо машину практически негде разбивать ну не заикайся турман че ты че ты икаешь ну все нормально от езды от моей что ли тебя там прет так хе-хе-хе должен быть уже привыкший или за трехмесячный перерыв отвык хе-хе-хе-хе ну возьми себя в руки тряпка о эх блин смотрите-ка почти все что было отыграно непосильным трудом все похерил блин плохо 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 хм реально еще и две секунды так о макры только четвертый хорошо ладно давайте засеиваемся бак вон второй вообще на мой так ладно сохраняемся вот 28 очков насколько я помню у нас там вообще плотнейшая ситуация по 28 очков у меня и у макрея по-моему и 24 у лиати так смотрим ух ты прямик какой-то так ага и гонка будет здесь уже ночная ладно сделаем тогда немножечко чувствительность управления поменьше потому что тут уже таких как первая гонка не будет настолько извилистых ну и мне как-то более привычно ехать на в общем на средней чувствительности тут еще и вон прямая какая будет мощная поэтому и немножечко в сторону скорости сместил приоритет но слишком сильно тоже не стоит все равно скоростных траст тут нету это вся швеция она в общем-то медленная поэтому больше я думаю смещать никуда мы скорость не будем так сейчас вот не такая юркая стала машина чуть-чуть сместил акцент в сторону как бы такой недостаточной поворачиваемости но ничего аккуратненько сейчас постараемся проехать кстати ребята на днях тут посмотрел видео на ютубе обзор на на дирт новый ну вот именно от кодмастерс блин ну классно конечно сделано прям next gen ролейная гонка поиграть захотелось в нее прям вот ну хорошо что они там в новом дирте отказались от всех этих аркадных фишек ну надоело уже ну сколько можно пора бы уже к корням возвращаться хотя там правда отзывы разные тоже все равно есть отзывы такие что это аркада управление мыльное такое машина как обмылок ну не знаю я как бы сам не не пробовал насчет это насчет этого ничего не могу сказать но но что меня впечатлило это конечно графика грязь вот разные там погодные условия очень классно сделаны ну это вообще отличительная черта вот нового поколения все прям на погоду упарываются делают ее вот и ну по крайней мере там там нету теперь вот всяких каких-то таких покатушек вот как было в дирте там в первом во втором да и в третьем наверное тоже правда в третьем не играл ну какие-то фейерверки что-то вот такое что чуть ли не праздник это у тебя вот главное поезде пройди гоночку и мы тебе кучу плюшек надаем то есть чувствуется что ну как-то по крайней мере по атмосфере не знаю как по физике но по атмосфере вернулись они именно вот в серьезное такое ралли и это ну меня например это не может не радовать так тем временем смотрите-ка отрыв макрей правда на второе место вышел баклантаж на четвертое слился подлец у нас почти десять секунд задело ну девять там около восьми даже но все равно это уже приличный такой задел так ну и очень ответственный момент ночная гонка сейчас основная задача не слить весь этот отрыв который у нас сейчас есть задача в принципе понятная осталось ее выполнить очень-очень надо быть аккуратным лучше перетормозить но не вылететь да и еще конечно желательно чтобы не макрей был основным соперником здесь ну скорее всего первым будет я тут вряд ли этот этот участок выиграю кстати ой 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 что-то вылетело это бутылки разбились я думаю не штурман а а между допами бухал куча бутылок осталось в салоне так так блин вот уже видите четвертый я здесь кстати за счет того что снег это благо видно как бы лучше отсвечивает везде и дальше продляется видимость на зимних ночных этапах попроще немножко но 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 расслабляться нельзя ух ты ой хорошо рано радоваться второй и ай ай хорошо что лядьте лядьте первый это вообще круто ай небольшие по марке ну ладно так опа продолжаем эти на втором месте в принципе по большому счету не желательно конечно выигрывать в любом случае но если ай ё-моё ну вот чёрт возьми глубокий снег по обочинам прямо ну ё-моё перед сам финишем закосячил эх было меньше трех секунд вообще отлично шли эх а тут аж пять с половиной на четвертом месте а а гляньте-ка макрэй это на самом деле отыграл но чуть чуть больше секунды лядьте ладно он там где-то на втором на третьем месте шел так ага вот он на второе вырвался в трех секундах от нас а макрэй в шести до семи даже с лишним отлично слушай лядьте если ты еще и сможешь макрэй обойти это прям подарок будет все мне розенберга хочется розбергом назвать ладно тогда сохраняемся я думал хуже будет обстановка в принципе я вот начал говорить даже если лядьте выиграет этот этап полностью швецию это не так критично если мы будем вторыми так ну что осталось последние два последние два спецучастка ой какие они извилистые давайте-ка снова на максималку поставим на разгон все перекрутим потому что уж очень что-то извилистые прям трассы хотя мне если честно больше извилистые нравятся вот именно по снегу когда чтобы сильно не разгоняться потому что при большом разгоне стоит чуть-чуть ошибиться и вылетаешь в снег очень глубоко и теряешь много времени чтобы выбраться а так на вот таких медленных среднескоростных поворотах ох тут еще смотрите такие снежные бортики высокие сделали хорошо я в принципе если на других трассах поворот например двушку я на них не торможу то здесь по снегу даже в них притормаживаю как говорится от греха подальше еще как-то начали седьмое место 3 ох на первое опять снежок на самом деле красиво конечно очень так так еще кстати видел ай-яй-яй морду зацепил ну что ты лансер давай еще видел одну демку скоро должна игра выйти еще одна ролейная ну и так судя по демке она похуже в графическом плане может и геймплейна чуть-чуть чем дирт но все равно хороша это точно не помню как называется Себастьян Лёб что-то ралли ралли там или DRC как-то так Себастьян Лёб ралли ну в общем на манер Колин Макрей ралли делает не знаю какая-то студия ну я о ней не слышал может это независимый разработчик но в принципе выглядит тоже довольно таки неплохо так там геймплейная демо было тоже это не аркада а именно такой ну на первый взгляд по крайней мере довольно серьезный симулятор ралли но я говорю что графически он не так конечно классно выглядит как дирт но тем не менее я к тому что чудо прям новое возрождение прям интереса к ралли наблюдается выйти по-моему она должна 16 января там было написано в ролике кстати ребята те кто в курсе я что-то вот обзоры эти смотрел а вот не помню дирт то он сам он вышел или он до сих пор как как бета полноценная версия вышла я вот что-то не обратил внимание обзор был на что я знаю что он стиме был доступен даже когда еще чуть ли не в альфа версии был где-то там steam green lights или как-то так и и 2 секунды еще проиграли в итоге блин и макрой 1 плохо так совсем близко а в принципе тут сколько две почти да две с лишним секунды леати и макрой еще где-то в 5-6 секундах ну в общем все опять вот как обычно все на волоске две секунды от леати но я говорю леати еще хотелось бы конечно выиграть но леати можно пропустить если уж на то пошло но макрея уже нельзя конечно он тогда единоличным станет лидером чемпионата так что это я вот не договорил если кто в курсе в комментариях напишите что там с диртом то творится полноценная эта версия или там релиз еще ну как бы полной версии ожидается на это только бета то что не альфа это уже понятно конечно но по-моему это еще бета-версия так неплохо начали лидируем так главное не проиграть больше двух секунд ну и м и и м м м м молодцы конечно красиво сделано первое сонки как мы лезем хороша графика это хороша в первой части а во второй так там там же еще круче и картинка и сама машина лучше прорисована еще отрываемся и полигонов больше машину потрачено и бьются они более подробно ну в общем там они вообще из соньки выжили все соки здесь кстати еще заметил фишка такая что от спец участка к спец участку даже если не было сервис зоны оптика восстанавливается у машины сама ну как бы игра восстанавливает а во второй части уже такого нету если разбил фонари свои то до до побудешь до точнее сервис зоны ехать с разбитыми ну вот кстати хорошо что здесь игрю вот эти вот такие медленные повороты хорошо хорошо последний доп остался две с половиной секунды задел финиш опа есть да даже блин штурман не смог эмоции сдержать ух ты еще и баклан второй пришел лятти 3 канку ё-моё макры седьмой 333 318 ого так может еще и макры еще кто не зацепит а вообще было бы круто ребята ну их нет их баклан баклунд секунд очки тени хватило ну ладно лятти зато впереди и на том спасибо сейчас хоть от макрея можно будет достаточно серьезно оторваться так это у нас было поровну очков сейчас 6 по идее да на 6 очков впереди лятти подобрался к макрею но в общем все равно все плотно в 8 очках три лидера а дальше в принципе никого и нету баклунд вот 13 лучший так скажем среди остальных осталось три этапа ладно сохраняемся конечно хорошо у нас три победы к ряду уже круто так ну что конградивейшнс поздравлейшнс а подиум подиум точно вот же макрей глядьте два субариста и шампанское в студию да круто третья победа к ряду а хотя вот третья победа подряд а всего лишь шесть очков отрыв там конечно начали косяки были так следующая корсика ну ладно корсика будет следующей серии на этом давайте закончим эту серию мы победили задача максимум выполнена вот ну колин макрей вернулся так что те кто ждал порадуйтесь вот ну те кто не ждал ну просто посмотрите так что всем спасибо что смотрели комментируйте ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал на ютубе подписывайтесь на группу вконтакте все ссылки будут под этим видео так что всем пока пока с вами был как всегда скудер увидимся в следующей серии в следующей серии